Сергей Капустин, принимающий участие в уборке территории храма, еще помнит свои школьные годы. Здесь он учился с 1 по 8 класс. Затем уехал в Пермскую область, там учился, женился и обосновался в Чувашии. Выйдя на заслуженный отдых, с семьей переехал на малую родину, в село Чексы. Очень рад, что могу помочь в восстановлении церкви, говорит он. Я помню, когда здесь была школа восьмилетка, вот именно здесь, где алтарь находится, здесь был музей. Музей был очень богатый, наш район славился всем, начиная от оружия, кончая достопримечательностями такими, что у нас даже бивни мамонта здесь были. В планах сельчан восстановить алтарь, молитвенный зал и обустроить небольшую гостиницу. Это для прихожан, приезжающих из других местностей во время больших православных праздников. Время для обращения к Богу и христианской вере давно наступило, считают сельчане. Без нашей христианской веры никуда. Тем более у нас война сейчас идет. Война с этими бесами и прочими там шушарятся. Тем более теракты вот эти происходят, это же вообще невозможно, не укладывается в голову, что творят они. Ну и чтобы людей привлечь, немного, чтобы осознали, зачем мы живем, ради чего. Сигналом для начала восстановления храма стал вещий сон, который приснился жительнице Чексов Ларисе Семеновой год назад. После чего женщина стала активно вовлекать в благое дело своих относильчан. Приснился чудный сон. Когда я и не думала о строительстве этой церкви, приснился сон. Позвали меня в школу, и передо мной открылись двери, и был постелен красивый-красивый красный половик, по которому ходит все начальство, как наш Владимир Путин ходит. Такой же приснился. Значит, Боженька хочет, чтобы эта церковь построилась. Здесь молитва читаться намного сильнее, как будто тебя слышат и видят. Восстановительные работы жители начали еще прошлой весной. Вывезли горы мусора из заброшенного здания, убрали заросли клёна. Силами сельского поселения были установлены два новых окна на алтарную часть. Отрадно, что на замену кровли 200 тысяч рублей денежных средств выделила администрация Мамадышского района. Также состоятельные уроженцы села внесли и вносят свой посильный вклад. До ремонта его мы сначала попросили отца Олега привезти архитектора из епархии. Они посмотрели и дали указания. Вот по этим указаниям сейчас будем ремонтировать и поднимать эту нашу чексинскую церковь. Вера спасет мир, считает чексинцы, и призывает всех, кто хочет помочь им в восстановлении храма Святой Троицы, оказать денежную поддержку. Реквизиты вы видите на экране. Фаузиан Ругалимова, Тимур Мухаммедханов, Аль Шахудзинов. Новости Татарстана.